Мухаммад, Мухаммад, ас-салату и ас-салам Наш путь – это сахбет, и в собрании заключено благо. Как мы вчера говорили, у ислама есть свои предписания, и они могут меняться в зависимости от текущих обстоятельств. Во времена нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, пришел приказ всем мусульманам переселиться из Мекки в Медину. Этому приказу должны были подчиниться все мусульмане. Многобожники не позволяли мусульманам покинуть Мекку. Те, кто мог уехать, делали это тайно. Были и такие, которые уезжали открыто, ничего не боясь. Это были сильные люди, с которыми многобожники ничего не могли сделать. Те, кто мог, уехали. Бедные и слабые были вынуждены остаться. Но приказ Аллаха оставался таким до тех пор, пока Мекка не была завоевана. Когда Маккальну Карама, благородная Мекка, была завоевана, этот приказ был отменял. Таким образом, хиджра, переселение, больше уже не являлось фарадом. Когда переселение разрешено. Когда люди вынуждены оставлять свои места из-за опасности, грозящей их жизни, из-за войны или из-за своей религии. Это переселение необходимо для их безопасной жизни, а не для этого мира. Оно совершается не из-за проблем этого мира, а для того, чтобы не подвергать опасности свою будущую жизнь. Когда кто-то совершает переселение, чтобы сохранить свою религию, свою культуру и честь, за это он получает награду. Аллах дарует им награду. Если людей будут принуждать оставить свою религию, они могут переселиться в любое другое безопасное для них место. Но если они могут сохранять свою религию там, где живут, они могут остаться. Сейчас повсюду люди становятся все более дикими. Они не придают никакой ценности людям. В них нет ни сострадания, ни милосердия. Поэтому в некоторых местах переселение уместно. Но, как мы уже сказали, настоящим переселением была хиджра во времена нашего пророка. Да, благословит его Аллах и приветствует. Это был приказ. Все мусульмане должны были переселиться. Шукар Аллаху. Спустя 10 лет они снова смогли вернуться в Майку. Сейчас они повсюду ограничивают мусульман и оказывают на них давление. Но в конечном итоге победителем окажется Аллах. Шайтан и те, кто с ним, всегда будут в проигрыше. Как говорил Мауляна-Шейх, шайтан и те, кто с шайтаном смотрят и думают, что они уже победили, но в конце окажется, что они ничего не выиграли. Они потеряли все. У них нет доли ни в этой жизни, ни в будущем. Притеснители будут наказаны. Притесняет людей не Аллах. Это люди сами себя притесняют. Никто другой их не притесняет. Человек сам себе причиняет вред. Когда он начинает притеснять других, Аллах наказывает его, и он страдает от последствий того, что сделали его руки. Да пребудет с нами Аллах. Пусть Аллах защитит мусульман. Как мы видим, сейчас мир существует на притеснении. Мы живем в конце времен, и ситуация в мире такова, что ничего нет, кроме притеснения. Нигде вы не найдете ни капли справедливости. Если раньше они ломали голову, на чем бы подловить людей, то сейчас они даже и не скрывают своих планов. Им все равно. Поверят они в это или нет, мы будем их притеснять. Мы будем продолжать наше притеснение до конца, и пусть потом они выживают так, как смогут. Однако все в руках Аллаха. Он непременно накажет притеснителей. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok